Уважаемые коллеги, вот здесь находится левая часть от баяна. Проблема в ремонте та, что здесь утеряно с годами с эксплуатацией левое колесо. Левое колесо, а точнее колесо для натяжения ремня. Вот так, оно вот в этом месте. Утеряно колесо. И моя задача поставить, найти, но самое главное, чтобы оно подходило, не просто, а бы как там болталось, а чтобы оно работало, меняло натяжение ремня и все остальное. Но тут я должен сказать два слова о том, что каждый уважающий себя настройщик и тот, кто берется ремонтировать, он всегда оставляет после себя какие-то следы. То ли расписывается, допустим, на фабрике пишут там настройщица Михеева или настройщик Ульянов и так далее, и так далее. Ну, могут иногда год поставить там. Также во всем мире есть необходимость в том, чтобы кто обрабатывает инструмент, тот же вставлял какие-то за собой, что называется, следы. Кто делал, кто ремонтировал, кто этот инструмент, что называется, обрабатывал. Поэтому, не мудрствуя лукаво, тоже пойдем по этому пути, поставим свою метку в любом месте. Здесь на корпусе можно ее поставить. Ну, вот, допустим, вот в этом месте. То есть, кто здесь мешался и кто здесь работал. Вот здесь печать нашей музыкальной школы. Вот, ее можно рассмотреть тут при желании. Здесь имеются наши телефоны. Два телефона. Ну, то есть, это о чем говорит? Что кто-то когда-то вскроет этот инструмент, и он увидит, значит, кто занимался, кто ремонтировал. А также, благодаря телефонам, он может обратиться, значит, по этим телефонам к тому человеку, либо мастеру, который может отремонтировать данную гармонь. Предполагается, что этот инструмент будет в порядке и еще будет служить верой и правдой. Итак, ближе к делу. Значит, в этой части баяна, это баян. Баян хороший, но колесо кто-то свернул в шею, а, скорее всего, оно с годами свернулось само. Вот оно здесь внизу находится. Вот. То есть, осталась только деревяшка одна была здесь, которая находилась. А колеса здесь не было. Вот этого колеса, натяжения ремня не было. И сейчас его еще практически нет. Я просто сейчас подгоняю, подбираю подходящее. Вот. Я его подобрал, конечно, но я сейчас его вытащу, чтобы уважаемый зритель увидел, ну, как можно подобрать, как можно его, что называется... О, сидит. Уже, как говорится, не хочет выходить. Вот. Потому что не каждое колесо сюда подойдет. Ни по размерам, ни по шагу резьбы, ни по чему. Но в данном случае оно подошло. Оно там уже сидит. Ну, я тогда отдельно сейчас покажу, вот такое колесо подошло. Где его взять, вот такое колесо? Оно продается в интернете, пожалуйста, бери хоть сто штук. Отличное западное Европой сделанное колесо. Но оно уже не лопается. Оно не будет здесь лопаться, как пластик делают некоторые фабрики. И проходит 10-20 лет, она лопается, что называется, и причиняет много неудобств баянисту. Вот. Настоящий металл, все уходит, как часы. Резьба ходит, все-все-все. То есть, вот такой точный механизм я уже внедрил туда. Осталось его приклеить. Вот. Ну, приклеить, чем приклеить? Конечно, хорошим клеем. Вот, промышленность освоила довольно хороший, замечательный клей современный, да? Вот. Это специально для деревянных изделий. Вот здесь написано, профессионал и так далее. То есть, профессиональный клей для профессионалов, для работ настоящих. Не баловаться, а чтобы оно держало. И держало годами. Вот. Индустриальный стандарт здесь написано. Оригинал, оригинальный. То есть, не подделка китайская там или еще какая-то. Вот здесь написано, что он в Америке изготовлен. Вот в самом низу. ОСА, это Америка. Вот. Так что, клей добрый. Он уже использован мною, уже примерно года 4 или 5 я с ним работаю. И поэтому этот титебонт, он и кожу хорошо берет. Но в основном, в данном случае, он хорошо берет дерево. Вот немножко его сюда, что называется. Запустим этого клея. А затем, вот под эту, то что я сейчас показывал, под эту часть, вот, будем уже этим клеем клеить. Вот эту часть. Деревянную часть. А в ней, в этой деревянной части, находится колесо. Фирменное колесо, которое не ломается. И сломается сначала баян через 20 лет. А потом уже колесо через 40 лет сломается. Итого, 20 и 40, сколько это будет? 60 лет он будет ходить. Потому что он железный. Он полностью железный. И вот таким образом, значит... Сейчас я подниму кадр, потому что я тут клею, а зритель рад ли видит. То есть, ну, говоря по-русски, положить клей сюда нужно. Вот этот титебонт. Вот он довольно хороший. И он сохнет, ну, скажем, час в данном случае. Потому что здесь нагрузка приличная будет. И нужно, чтобы эта деревянная часть, она хорошенько пристала и приклеилась. Потому что ремень несколько десятков кг будет, что называется, испытывать. Вот. И таким образом оставлю сейчас я его примерно на несколько часов. Буду делать пока музыкальную сторону этого баяна. А здесь будет клей затвердевать. Итак, дорогие друзья, работа продолжается. Пишите нам, звоните. По старым адресам. Адреса, а точнее, телефоны знаете вы. Сейчас я еще наведу, потому что я сам не помню телефон. 0176 763 5795, еще будет 3. Вот такой наш телефон. Так что пишите нам, звоните. С вами был музыкант Сергей Замбровский. Кстати, на последний кадр я покажу, сколько я уже этих колес поменял. Вот эти колеса, допустим, разные. Они идут к разным инструментам, к кардионам, к баянам, к гармоням. Это только часть. Вот здесь коромысло. Это советских инструментов снятые. Это держатели колеса. Тут примерно 30 штук. То есть, говорит о том, что я 30 инструментов, подобных вот этому, 30, да, я уже отремонтировал. Ну, а за последние 12 лет примерно, может быть, тысяча инструментов. Так, вот от Беларуси, допустим, эти запчасти все, которых ты не найдешь нигде. А когда есть запас у тебя для ремонта, то это очень здорово. Вот, допустим, здесь находятся штырьки. Штырьки они тоже имеют, это все, я имею в виду, левая сторона от колеса. Вот. Штырьки, они тоже имеют разные сечения и разную толщину, и разный шаг резьбы имеют. Так что, когда есть запас, ты всегда сможешь свой инструмент привести куда? В порядок. Всего доброго. До свидания. До новых музыкальных встреч.